Из-за чего в 2003 году произошел у тебя конфликт с Масляковым, который руководил КВНом? По той же причине, по причине командности. Ну, то есть я всегда уважал КВН в целом, потому что он все-таки нам, он очень сильный нам дал толчок, такой большой шаг в будущее. Я всегда благодарен всем, кто мне что-то дал, потому что я считаю, нельзя забывать, как благодарен к родителям, к Кривому Рогу, так и КВНу. Это в определенный момент вырваться пацану из провинциального города очень сложно. О команде невозможно. Невероятно. О команде из Украины было невозможно вообще. О команде из Кривого Рога это просто удача. Невозможно в частности. В частности. Это просто была большая удача. Мы играли единственное, когда мы играли в КВН, высшей лиге в Москве, мы были единственной командой из Украины. И в принципе и чемпионами мы были. И мы всех победили. А уже кварталом потом мы проиграли. Ну, было очень сложно. Я помню, как все говорили, да что это такое, как это может быть. Команда Москвы. Тогда была сборная Москвы. Играет против Криворожан. Не может быть такое, чтобы они играли. Вместе, не дай бог, они выиграли. Было предложение. Я много лет сыграл в КВН. Порядка 10 сезонов. Около 10 лет я был в команде в первой, когда еще не было квартала. Я был автором команды Запорожья Криворок Транзит. Конечно же, было очень много лик, чтобы было понятно, на постсоветском пространстве. Было огромное количество лик. Когда понимали, что мы заканчиваем команда Квартал, как КВНовский коллектив заканчивает жизнь. Мне было предложение очень простое. Остаться редактором в клубе «Веселых и нахочек», а ребят распустить. Это называлось так. Для меня это вообще больной вопрос. Что такое распустить друзей? Это рабы? Рабство отменили, мне так кажется. Я сказал, что нет, я только с ребятами. И конфликт был на том, что что такое вместе с ребятами, надо что-то делать. Мы приехали в Киев, сделали первый квартал, мне звонили, говорили, закрывали октябрьский зал. Не давали сначала туда попасть. Я даже не уверен, что это сам Масляков делал. У меня нет доказательств. Но тем не менее, мы провели съемку 95-го квартала. А это значило все. Ты вышел из КВНа, ты вышел в самостоятельную жизнь. На этом был главный. И я был предан анафеме. Так и говорили. И она не снята? Да. А, я не знаю. Нет, как-то я не знаю. Может, через много лет мы встретились с Масляком. Это был где-то год десятый. Он сказал, я знаю, ты очень уважаемый человек в Украине. Рад за твой успех. Я сказал, спасибо и вам, Александр Васильевич. Рад за твой успех.